А начну я выпуск с приятной летней новости, которая точно порадует краснодарцев, планирующих поездки на Черноморское побережье. С 1 июля из краевой столицы в Анапу начнет ходить дополнительный электропоезд «Ласточка». Отправляться он будет каждое утро с Краснодарского вокзала в 6 часов 5 минут. Из Анапы в обратном направлении в 9 часов 7 минут, также утром. Стоимость билета 700 рублей. Дополнительные поезда – это не только простой способ добраться на курорты Кубани, а еще и развитие внутреннего туризма в целом. Тем более, когда самолеты временно пользоваться нельзя. Ветеран Великой Отечественной войны Лидия Резниченко отмечает юбилей – 95 лет. В Кропоткин поздравит Лидию Ивановну сегодня приехал губернатор. Вениамин Кондратьев отметил, что только благодаря невероятной силе духа и стойкости легендарного поколения победителей мы живем в великой и свободной стране. О своей фронтовой судьбе и секрете долголетия юбиляр рассказала моим коллегам. Подкрасить губы и чуть подправить прическу. К приему гостей Лидия Резниченко готовится с самого утра. Стул уже накрыт, квартира утопает в цветах. Поздравить Лидию Ивановну приходят родственники и соседи. Нет, мы еще раз пройдем. Так, ну все, времени не дать. Кропоткиня она – местная легенда. Хотя ее фронтовую историю знает далеко за пределами города. Будучи 17-летней девчонкой в 1943 году, приписав себе год к настоящему возрасту, Лидия Резниченко добровольно отправилась на фронт. Ее направили в железнодорожные войска, где Лидия стала связисткой. И вот это мои фронтовые подруги, и вот это я. Вот здесь уже мне 17. С катушкой провода за спиной она прошла, или вернее сказать, проползла в Западную Украину, Польшу и так до самой Германии. Из-за маленького роста и веса девушку на фронте ласково называли пончиком или литкой-улиткой. Ее нередко отправляли на линию огня, чтобы наладить связь со штабом и продолжить наступление. И вот туда одного послали, нет, второго послали, ну опять. И вот тогда послали меня. И еще командующий говорит, если доберешься, орден получишь. Я думаю, для меня это орден. Думаю, боже мой, буду ползти как смогу. И вот я ползла, я уже доползла далеко, уже увидела этот мост, увидела. Думаю, ну все, с орденом буду. И в этот момент налетели немцы, начали бомбежка, моста нет и меня нет. Я в одно прекрасное время не вижу ни моста, ни ничего. Меня, оказывается, этой волной накрыло и это оглушило. И уже потом меня ребята нашли. И вот тогда меня ранило в ногу там. Смелую девушку судьба не раз спасала на войне. День победы Лидия Резниченко встретила в 30 километрах от Берлина. И уже в 46-м году вернулась на Кубань, проработав долгие годы в Кавказском отделении железной дороги. Ее энергии и жизнелюбию можно позавидовать. Глядя на Лидию Ивановну, понимаешь, возраст – это просто цифры в паспорте. Поверить только 95 лет с юбилеем ветерана Великой Отечественной войны. Сегодня я приехал поздравить губернатор. Для нас очень важно, что вы еще в строю, что мы можем, имеем эту возможность и честь поздравить вас с днем рождения. Долгих лет вам жизни, долгих предолгий. Вы просто нужны нам, сегодняшнему поколению Кубани, поверьте, нашей великой стране. Вы представители великого народа, народа победителя. С днем рождения. С Лидией Ивановной Вениамин Кондратьев встречается уже не в первый раз. Но вот так, за чашкой чая, день рождения, они отмечают впервые. В ходе разговора губернаторы интересуются, в чем секрет долголетия и стойкости поколения победителей. Я на самом деле приехал по трем причинам. Первое, самое главное, что мы с вами договорились, что я приеду на ваш день рождения. Второе, я не раз говорил, что ветераны для нас должны быть предметом заботы и внимания. Не только накануне 9 мая и в день Великой Победы, в течение всего года, в течение всей жизни вы должны быть в центре нашего внимания. И это важно. В жизни помнить о том, что вы у нас есть. Помнить о каждом, о каждом ветеране. Вот это для меня сегодня принципиально важно для нового поколения, молодого поколения, которое сегодня тоже очень сильное, прогрессивное поколение. Очень хорошее. Но они должны помнить, что сегодня они всем обязаны, так же, как и мы, да все поколения обязаны вашему поколению, поколению победителей. Ну и третье, я почему хотел бы, чтобы вы им донесли, наверное, то, что я вам задавал вопросы. В чем же ваша сила? Сила духа, наверное, вот эта здоровая неугомонность. Мне кажется, ничего не надо. Вашего поколения. Ничего не надо. Никакой формулы нет. Надо любить жизнь по-настоящему и любить людей. И больше ничего. И все сложится тогда. Лидия Ивановна до сих пор в строю. Регулярно встречается со школьниками, студентами и кадетами. Глава Кубани просит и дальше, по мере сил, рассказывать молодому поколению о том, какой ценой досталась Великая Победа. От рано слышать, что у вас молодежь. Молодежь, она у вас должна быть правильно, по силам ваших возможностей, понятно, здоровье есть здоровье, но это важно. Вот важно, чтобы вы напрямую молодежи рассказывали о этой Великой войне. Напрямую. Потому что сегодня им кто? Они только не рассказывают. Я имею в виду в интернете. А вот вы не просто свидетели, вы участник, вы очевидец всего того, что они должны знать из первых уст. Тогда точно их уже никто не переубедит, что что-то было не так. Тогда они просто будут другим говорить, как вы им рассказали. Вот это важно. Это важно, чтобы поток молодежи шел. Для того, чтобы, еще раз подчеркиваю, она была нашей молодежью. Нашей молодежью, а это сегодня самое главное. Затронули на встрече и международную обстановку. В защите Донбасса Лидия Ивановна выразила поддержку российской армии. Как отмечает сама Юбиляр, иначе и быть не может. В борьбе с национализмом важно сплотиться. Ну как можно стоять в стороне, если ты видишь какую-то беду или еще что-нибудь. Надо сплотиться, только сплотиться. Это самое главное. Сплотиться, чтобы не было вот этой вот... А так, мне кажется, все делается. Молодежь сейчас так организована. Вы посмотрите, какие спортивные площадки у них. Все они... У нас такого не было, как у них сейчас. Поэтому, мне кажется, вот это сейчас... Правильная политика идет, правильно настроенная, чтобы обратили внимание на молодежь, что в первую очередь надо на них обратить внимание и организовать их, чтобы рассказать им, чтобы были такие люди, которые могли донести до них, что такое наша страна, что для нас надо, как мы должны к ней относиться. Потому что в первую очередь знать, что это твоя родина, и ты должен ее любить. Любить свою родину и никогда ее не предавать – самое главное наставление, которое можно услышать от участников Великой Отечественной войны. И к ним, безусловно, прислушиваешься. Ведь это, говорят люди, подарившие свободу и величие нашей стране. Поколения из стали. И так важно беречь их гордиться ими не только в День Победы и знаменательные даты. Отмечать свой юбилей Лидия Ивановна планирует до самого позднего вечера. Большой стол для гостей она накрыла прямо у себя во дворе. Завод инфузионных растворов с рабочим визитом посетил сегодня Андрей Алексеенко. Глава города ознакомился с производством, с руководством предприятия, обсудил трудности, которые возникли при введении санкции и как городские власти смогут помочь заводу в вопросах импортозамещения. Подробности у нашего корреспондента. Производство инфузионных растворов на Кубани вышло на новый уровень. В 2007 году было подписано соглашение о развитии краевой службы крови. За этим последовало строительство в Краснодаре 1-го в Южном федеральном округе завода, выпускающего инфузионные растворы полиолифиновых мягких контейнеров. Сегодня завод инфузионных растворов с рабочим визитом посетил Андрей Алексеенко. Глава города ознакомился с производством на всех этапах, от конвейера до склада. Цель инфузионной терапии – выздоровление пациента, либо улучшение его состояния, объяснили градоначальники. Метод лечения основан на введении растворов в кровоток. Потому обеспечение стерильности на первом месте. Это наши автоплавы, где уже стерилизуется практически готовый продукт. В самом деле он стерильный, но мы стерилизуем его еще раз. Пойдемте посмотрим, как они у нас делаются. Для понимания процесса глава краевой столицы осмотрела пора для проверки герметизации и узнал точное давление в контейнере с раствором. Контейнер впоследствии транспортировки, эксплуатации не будет поврежден, и необходимый потребителю раствор не вытечет просто. Чтобы как бы нарушить и его стерильность в том числе. То есть есть какое-то там определенное давление, которое он должен быть? 0,6 бар внутри, внутренней поверхности. То есть 6 наружного воздействия. Краснодарский завод инфузионных растворов в 2011 году завершил модернизацию производства. Были учтены последние требования и нормы международных и отечественных стандартов, предъявляемых к современному фармацевтическому производству. Благодаря реализации проекта мощности завода увеличились в три раза. До 12 миллионов единиц продукции в год. У нас склад помещается в принципе, если совсем вплотненько, то до миллион 700 пакетов. На данный момент здесь 300-400 тысяч, у нас немного, да. Обсудили с руководством предприятия и то, как санкции повлияли на работу завода, и каким образом городские власти смогут помочь предприятию в вопросах импортозамещения. Проблемы порт-крышка, которые мы получали из Германии, на данный момент они попали в санкционный список из-за резиночки, которая там есть. Мы уже с 2019 года работаем над импортозамещением с поставщиком, то есть у нас заложены на стабильность все. То есть все исследования у нас уже проведены. На данный момент нам только отправить документы, и чтобы нам быстренько разрешили, дали это разрешение, не 90 рабочих дней, а хотя бы там дней 30, чтобы мы уже раз и все, и начали работать на российском производителе. Глава города подчеркнул, что производство, необходимое для здоровья людей, продукции, очень важно для Краснодара. Поэтому нужно поддерживать и поощрять его развитие. Предприятие уникальное, оно уникальное не только для города Краснодара, но и для всего Краснодарского края. Производит продукцию, которая востребована практически по всему югу России, и по многим регионам. Это более 100 потребителей. Импортозамещение реально и возможно, просто над этим нужно работать. Сейчас у предприятий есть ряд вопросов по включению в лицензию, в перечень поставщиков, оборудованию, материалов, для того, чтобы они могли дальше продолжать и развиваться. Поэтому здесь мы максимально будем помогать и дальше двигаться. Мощность завода по производству инфузионных растворов на Кубани позволяет удовлетворить 80% потребностей Краснодарского края и более 8% потребностей России. Евгений Кадрильский, Дмитрий Кислицин, телекомпания «Краснодар». В школе молодых предпринимателей открылся очередной набор на обучение. Ее выпускники смогут получить льготный заим под 0,1%. В прошлом году учениками школы стали 5000 человек. Они изучали право, бухгалтерию и маркетинг. Правда, как признаются преподаватели, с учебой справились не все. На курсе остались только 200 человек. Зато они смогли написать свой бизнес-план и по нему официально открыть дело. В этом году ожидается большой наплыв слушателей. Все участники по результатам диагностического тестирования на входе распределяются на два потока А и Б. Ну, можно сказать, начинающие и продвинутые пользователи. Те, кто в треке А работает с начинающими, больше проходят теории, каких-то азов. Кто работает в треке Б, это уже широкое применение кейс-метода, разбор конкретных ситуаций, постановка конкретных целей и задач, их выполнение в рамках проекта. К урокам молодых предпринимателей уже все готово. Создали отдельную цифровую платформу, где будут размещать видеоуроки и домашние задания. Там же можно отслеживать успеваемость. И самое главное, делятся с учениками знаниями ведущие специалисты из высшей школы экономики. Поступить в школу могут молодые жители региона от 18 до 35 лет. Подать заявку необходимо на сайте Фонда развития бизнеса Краснодарского края. Обучение бесплатное. В этом году более 9 тысяч малоимущих кубанских семей смогут получить государственную поддержку в рамках социального контракта. На эти цели из федерального и краевого бюджетов направили более миллиарда рублей. Заместитель главы региона Анна Менькова встретилась с теми, кто уже воспользовался такой мерой поддержки. Денежные средства, полученные по соцконтракту, можно направить в том числе и на запуск своего дела. Так сделала Мария Хуторная. Она открыла отелье, в котором занимается пошивом детской одежды. Говорит, это было ее мечтой. Вот видите, вот тут шнуровка, она регулируется. То есть, если девочка худенькая, нужно затянуть. Если девочка по объему побольше, то оставить. В мае прошлого года Мария стала индивидуальным предпринимателем и получила по соцконтракту 250 тысяч рублей. Первые заказы были небольшими, но уже с сентября начали поступать заявки на массовый пошив. После общения с предпринимателем Анна Менькова в своем телеграм-канале отметила, что убедилась воочию в эффективности этой меры поддержки. Сейчас федеральные органы рассматривают вопрос по поручению президента увеличения этих сумм до 350, соответственно, для предпринимательской деятельности и до 200 по сельскому хозяйству. Социальный контракт – это отличный способ открыть собственное дело и исполнить свою мечту, как это сделала Мария. В Краснодаре провели круглый стол по вопросам легализации труда. Основная тема встречи – официальное трудоустройство. Какие аргументы участники приводили в его пользу, расскажет Юлия Кондакова. Круглый стол по вопросам легализации труда прошел в Краснодаре. Участники мероприятия, представители фонда социального страхования, государственные инспекции труда, налоговые службы, пенсионного фонда, профсоюзов, органов администрации, внутригородских органов и организаций города обсудили, как повысить уровень заработной платы, создать условия для своевременных выплат, а главное – предотвратить зарплату в конверте. Незащищенные формы занятости – это не только урон по работнику, но это урон еще и по государству, по бюджетам всякого уровня. Безусловно, это и рост официальной безработицы, скрытой безработицы, это снижение уровня заработной платы из-за демпинга тех организаций, которые платят в конвертах свою заработную плату. Представители пенсионного фонда рассказали, какие последствия ждут работника, согласившегося работать не по трудовому кодексу. Это отсутствие оплаты больничного листа, отпуска, начисление стажа и будущей пенсии. Самой незащищенной группой, как правило, становится молодежь. Кто-то говорит, нет, я не оформлен и не собираюсь, причем не скрывая, а кто-то начинает говорить о том, что о чем вы мои деньги считаете. Вообще детские сады, лекарства на налоги покупаются и строятся. То есть вообще понимание того, что у государства других денег, кроме налогов, нет, вообще в голове не сложено. Сотрудники Гострудинспекции регулярно проводят проверки соблюдения трудового законодательства. 149 нарушений выявлено в текущем году. Вынесено 157 наказаний на общую сумму более 3 миллионов рублей. По результатам круглого стола участники мероприятия подписали резолюцию с мерами для повышения трудовой грамотности краснодарцев. Для аллергиков, страдающих от цветения амброзии, наступило самое непростое время. Этот сорняк, начиная с июля, начнет выбрасывать в воздух миллионы мелких частиц своей пыльцы. Проникая в дыхательные пути человека, они будут вызывать у больного полиноза массу неприятных симптомов. Лечения от этой патологии нет, поэтому действенным способом является профилактика цветения сорняка. В Краснодаре амброзию начали уничтожать в апреле, а на этой неделе специальная комиссия выходит в рейды, чтобы выявить участки, поросшие вредной травой. В Краснодаре продолжается активная борьба с амброзией. Сорняк у многих краснодарцев вызывает аллергию. У людей слизятся глаза, появляется кашель и заложенный нос, и много других малоприятных симптомов. Пик заболеваемости в нашем регионе приходится на август-сентябрь. Именно тогда амброзия начинает свистеть. Чтобы обезопасить жителей краевой столицы, косить сорняк начинают в конце весны. Если с муниципальными территориями дела обстоят хорошо, то вот с частными возникают вопросы. Есть отдельные владельцы земельных участков, которые не появляются на них, допускают произрастание амброзии. Очень активно работают председатели садоводческих товарищей. Они выявляют таких собственников, ну и, соответственно, делают им предупреждение. Если нет никакой реакции, то, соответственно, готовят материалы и отправляют их в Россельхознадзор. Если предупреждение не подействует, то сотрудники ведомства выписывают штраф. До этого лучше не доводить. Бороться с амброзией можно общепринятыми способами. Это либо выдернуть сорняк с корнем, или его скосить. Еще очень эффективно засеивать участки злаковыми травами. Они препятствуют росту вредного растения. Есть радикальный метод – это использование гербицидов, химических веществ. Но их можно применять только на территориях, где не живут люди. У нас очень много аллергиков в СНТ, сейчас проживающих очень много людей. Конечно же, это большая жалоба, особенно на карантинную траву. В этом году у нас было принято решение, что если собственник не окашивает свой участок, то мы за счет СНТ производим работы и данные денежные средства, которые мы затратили, выставляем собственнику. Так что, если вы заметили амброзию на вашей придомовой территории или же ее заросли в городе, сообщите по телефону единой дежурно-диспетчерской службы или на горячую линию по скосу этого сорняка. Анастасия Глазкова, Александр Сенников, телекомпания «Краснодар». Краснодарцы продолжают помогать участникам специальной военной операции. С самого ее начала не остаются в стороне сестры Татьяна и Галина. Женщины навещают в военном госпитале раненых бойцов, радуют их своим вниманием и гостинцами. С неравнодушными героинями познакомилась моя коллега Ксения Лозовая. Сладкое, печеное, домашнее. В этих пакетах гостиницы для раненых военных, которые с начала специальной операции ушли на передовую защищать границы нашей страны. Теперь они здесь, в 419-м военном госпитале Краснодара. У многих семьи далеко. Кто-то просто решил уйти добровольцам. Родными в госпитале для них стали Татьяна Мануйлова и Галина Бабушкина. Женщины просто так. Каждую неделю навещают раненых бойцов. Вместе со своей подругой, которая тоже не осталась в стороне. С 18 марта мы каждую неделю ездим туда. Нас уже пропускают, нас уже знают. И был момент, когда нам даже разрешили по палатам. Мы прошли все пять этажей. Вначале, конечно, было очень тяжело смотреть на ребят. Они не очень хотели общаться. Но потом, когда уже узнали, что мамки приходят, спрашивают, кто вы такие? Вот у меня мальчишечка спросила, скажите, а кто вы такие? Вы на волонтеров не похожи? А мы говорим, мы просто женщины-кубани, которые неравнодушны. Такое неравнодушие подхватили соседи и друзья Татьяны и Галины. Помогают собирать раненым в госпиталь всё, что необходимо. Начиная от продуктов, заканчивая обувью или просто кепкой и часами. Мы познакомились с Серёжей, и он обратился к нам. Я, говорит, из Тюмени. И так получилось, что я остался без одежды. У меня ничего нет. Вы можете мне привезти часы, кепку? Я говорю, ну, если футболку, кроссовки. И он, ну, мне стыдно. Всё, что нужно, ты нам скажи. Но он много не просил. Но мы, естественно, наши друзья, мы собрались. Вместе с ними поехали в универмах. Всё купили. За время посещения госпиталя пришло ценное письмо благодарности от матерей из Улан-Удэ. Мамы благодарили просто за то, что Татьяна и Галина не бросили их сыновей. Были опорой и поддержкой. Кормили и общались, как со своими родными детьми. Радостно то, что с начала специальной операции солдатиков в госпитале стало намного меньше. В коридорах ребята не лежат уже. И вот мы приходим неделя, у кого-то контузия, у кого-то эти, как они, осколки. Да, да. И быстро, быстро неделька их в Молькино, потом уже распределяют. Какого-то домой. Многие ребята говорят, а мы поедем дальше воевать. Там у нас братья. И вообще стараются они почему-то вот о этих действиях ничего не рассказывать. Ну сказали, что скоро все закончится. Вот мы все время спрашиваем, ребята, ну как там, по-умному сейчас все ведется. Наши героини говорят, грустить рядом с ранеными нельзя и уже называют их «наши мальчики». В ответ ребята всегда отвечают взаимностью и ждут с нетерпением следующей встречи. С 18 марта мы сюда приезжаем каждую неделю, так что мы их не забываем. Это наши мальчики. Это наши мальчики. На прошлой неделе. И вот так рукой машет. Спасибо, спасибо, спасибо. Галюшка наша вообще зацепила. Тимит, сё, ты правда выходишь, как будто вот стыр, как мы говорили, да, как будто очистились. На следующей неделе их уже готовы ждать и встречать. Такие родные. Мальчики. Ксения Лозовая, Павел Сагайдак, Михаил Дроздов. Телекомпания «Краснодар». Краевую столицу посетила официальная делегация из города. Попротива Краснодара Сухума в этом году города отмечают десятилетие дружеских связей. Возглавил делегацию глава администрации Сухума Беслан Эшба. В программе пребывания официальный прием, встреча со студентами Кубанского госуниверситета и круглый стол с представителями туристического сектора по теме взаимодействия в сфере туризма. Также делегация приняла участие в церемонии возложения цветов к памятнику воинам-освободителям Краснодара. Сегодня утром в Чистяковской роще прошло мероприятие, посвященное Международному дню борьбы с наркотиками и их незаконным оборотам. В акции под названием «Альтернатива. Выбор за тобой» приняли участие ребята из школ краевой столицы и учреждений доп. образования. Для подростков были представлены разные тематические площадки, на которых они решали головоломки, проходили образовательные тесты, участвовали в играх и спортивных соревнованиях. Это мероприятие позволяет детям из разных школ помимо соревнований объединиться ради общей цели, ради воспитания гражданственности, патриотизма нашего молодого поколения. Конечно, в этой акции одна из задач является и профилактика наркомании, табакокурения, алкоголизма, пропаганда здорового образа жизни. Акция проходит уже в 13-й раз. В этом году участниками стали 150 учеников. По итогу мероприятия все школы получили благодарственные письма. Помочь подготовиться к 1 сентября многодетным и малообеспеченным семьям могут все краснодарцы. Сделать это можно до 29 августа во время благотворительной акции «Портфель первоклассника». Необходимые для юных школьников Франции канцелярию, пеналы или предметы для творчества можно привезти в офис организаторов в Союз многодетных семей «Кубанская семья». Подарки принимают со среды по субботу с 10 утра до 2 часов дня. Акция проходит в городе уже несколько лет. Планируется, что помощь получат не менее тысячи ребят. Каких только парков нет в Краснодаре. По площади и названиям. А вчера в краевой столице появился парк «Лунный». Он непостоянный и уже завершил свою деятельность. Но он оставил после себя яркий след, в форматоре которого можно будет плыть до следующего такого же действа, которое наверняка состоится через год. О чем идет речь, смотрите в следующем сюжете. Фортепиано, скрипка, арфа. А какие голоса! Порхающие звуки музыки, вечные, как сама природа, раскачивали воздух и проникали в души зрителей, которым повезло попасть на представление Краснодарского межшкольного эстетического центра. Чародейское зрелище под названием «Лунный парк-концерт» развернулось под открытым небом. Представление вершило работу центра за последние 12 месяцев. Завершается наш учебный год, который подарил нам массу впечатлений, тоже массу встреч интересных, интересных выставок, концертах, спектаклей. Ну в общем мы переполнены и всем этим хотим поделиться сегодня с нашими горожанами. Мы очень хотим, чтобы наш сегодняшний праздник был наполнен лунным светом, сиянием звезд, талантами наших детей, волшебными ростами музыкальных произведений и хорошим настроением. 4 тысячи девчонок и мальчишек из 72 школ Краснодара постигают в МЭДС таинство тонкостей музыки, управления инструментами, голосом и телом, что позволяет еще до наступления совершеннолетия стать хорошими друзьями НОД, победителями международных и всероссийских конкурсов. Я практически всю жизнь нахожусь в МЭДС, на всех конкурсах, везде с МЭДС, везде в основном солирую, ну если не солирую, всегда с хором нахожусь. В этом году я уже выпускник, получается я уже провел с МЭДС больше 9 лет и для меня этот концерт решающий. Солидная доля концертной программы отдана детскому симфоническому оркестру МЭДС. На сцене музыканты, которые уже в юном возрасте смогли взрастить свой талант и объединить его с такими же молодыми мастерами, которым подвластны произведения великих Баха, Чайковского, Хачатуряна. Это большая ответственность, а мы взрослые педагоги к этому очень рады. В наше детство, конечно, такого не было, даже близко. Сейчас, слава богу, есть такая возможность, есть такая чудесная организация, как Межшкольный истерический центр, который, по-моему, единственная на таком уровне проводит праздники, давно уже вышла за рамки детского праздника. И это заметно. Концерт привлек внимание родителей юных музыкантов, жителей Комсомольского микрорайона, представителей администрации краевой столицы. Гостем праздника стала заместитель главы Краснодара Лилиана Егорова. Музыке хватило на всех, да и делить ее не нужно. Она общая и в то же время у каждого трогает свои душевные струны. У кого-то они, как у скрипки, у кого-то, как у гитары, а кто-то живет с сарфой в сердце. Первый раз удалось попасть на концерт в МЭЦ. Мурашки по коже, безумно интересно. Вот наши дети, не отрываясь, смотрят. Ой, чудесно. Душой отдыхаем. Такие все молодцы. Дети все прямо чудо. Почащим только. Великолепно. Нет слов, хочется слушать. Все очень здорово. Очень здорово смотреть, очень здорово участвовать. Вообще, МЭЦ лучшее в детстве. Луна, звезды. Все в этот вечер сошлось, как в хорошем гороскопе, который и на следующий год показывает для Межшкольного центра и его воспитанников скрипичный ключ на всех творческих дорогах. Виталий Молчанов, Роман Недельский, Алена Беремко. Телекомпания «Краснодар». В Краснодаре стартовала серия мастер-классов по самбо в общеобразовательных учреждениях города. Старт дан в 51-й школе. Далее такие же встречи пройдут в 101-й и гимназии номер 3. Сегодняшнее мероприятие, которое будет проводиться для вас, это показательные выступления спортсменов по дисциплине борьба с самбо. Это переводится у нас как самооборона без оружия. Выносливость, сила и легкость – это все самбо. В 51-й школе с первого класса у ребят на уроках физкультуры уже есть эта дисциплина. Поэтому с этим видом боевого искусства были знакомы все, даже самые маленькие ученики. Основные принципы самообороны здесь уже знают, но практика и подобные мастер-классы никогда не бывают лишними. Серия таких показательных выступлений организована городскими департаментом по физической культуре и спорту и департаментом образования. И на этом все новости. Еще больше актуальной информации на официальном сайте телеканала, в мобильном приложении и в наших соцсетях. Хорошего вечера. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok